Привет, друзья! В этом видео расскажу, в чем разница между обычным карнитином и ацетил-Л-карнитином, или Алькар. Мы раскроем другую его сторону, как он помогает бороться с заболеваниями нервной системы. И самое интересное, почему эти эффекты иногда даже чувствуют лучше, чем жиросжигание. Быть спортивным просто. Поехали! Базовый Л-карнитин – это добавка без ничего. И в принципе она эффективная. Ее можно применять для ускорения процессов жиросжигания, когда есть много кардиотренировок. Но сейчас главное внимание к другой форме – ацетил-Л-карнитин. В этом случае к обычному карнитину присоединили молекулу ацетила. Объясняю простыми словами. Это готовая форма карнитина, которая способна проникать в нервную систему и мозг. Клетки нашего мозга избирательны и хорошо защищены. Поэтому далеко не все вещества и даже лекарства могут туда попасть. Если не вдаваться в занудные детали, есть некий барьер, который не пропускает все подряд. А тот самый ацетил – это такой себе пропуск. Лилу дадос мультипас. В такой форме карнитин способен проникать внутрь и влиять на множество процессов, в том числе когнитивные функции. Это важнейшая способность мозга запоминать, анализировать, креативить, критически мыслить и адекватно голосовать на выборах. И вообще это то, что делает каждого из нас человеком. И вот тут отличие. Если базовый L-карнитин или карнитин-тартрат – это простые помощники в жиросжигании и не дают такого оздоровительного эффекта, то ацетилкарнитин обеспечивает энергетическую поддержку нервной системы. И даже используется для лечения разных болезней и расстройств. В каких случаях ацетилкарнитин полезен и что может случиться при дефиците? Он уже используется в медицине и с его помощью можно улучшить ситуацию при болезнях Альцгеймера, Паркинсона, провалах памяти, хронической усталости, травмах мозга, последствий инсульта и при бесплодии и импотенции. При дефиците карнитина есть риск развития этих болезней. Он синтезируется в организме, но со старением его становится все меньше, поэтому его нужно получать из пищи. Больше всего содержится в мясе. Дефицит может возникнуть при хронической почечной недостаточности, после применения антибиотиков, ну и конечно со старением организма. Тем, у кого уже проявляются какие-то нехорошие симптомы или нарушения, рекомендуется заранее заняться профилактикой. Все положительные эффекты карнитина основаны на его способности быстро транспортировать вещества и питать клетки. Поэтому любые расстройства, психические отклонения, проблемы работы вашего моторчика так или иначе связаны с работой карнитина. Помните фразу «Нервные клетки не восстанавливаются». Так вот, при всех тех болезнях без достаточного количества карнитина нету и речи о каком-то восстановлении. Поэтому не нервничаем, надеваем шапку и заранее заботимся о своем здоровье. Одно из применений карнитина – антидепрессант. Конечно, полноценным отдельным средством его назвать нельзя, но в комплексной терапии пациенты отмечают его положительное действие. Тем более, что побочных эффектов карнитина практически не встречается, и его безопасно можно применять даже пожилым людям. Так что прием хорошей порции карнитина можно порекомендовать тем, кто уже перепробовал все ноотропы для мозга. Кстати, если у вас есть уже положительный опыт использования ацетилл-карнитина для таких целей, напишите об этом в комментариях. Помимо этого, за счет эффективной транспортировки и повышенной пропускной способности обмен веществ проходит активнее и нету никакого застоя и накопления токсичных элементов. Все это замедляет старение, мозг работает активнее и не дает прогрессировать тем самым болячкам старости. Поэтому, когда мозг не засоряется, хорошо передаются все сигналы, то он может выдавать все более гениальные мысли. Для людей с сердечной недостаточностью и другими нарушениями после приема карнитина появляется положительная динамика и улучшение. Также карнитин используется для лечения бесплодия у мужчин. Увеличивается количество, качество и подвижность сперматозоидов, что повышает шансы на зачатие. Как и сколько принимать ацетил-Л-карнитин? Ежедневная порция около 1 грамма, но всегда нужно смотреть на состав. Это может быть как одна, так и две таблетки. Для терапии и облегчения симптомов при всяких болезнях дозировку может назначать врач. Обычно это 2-3 грамма в сутки. Срок приема 2-3 месяца. Для жаросжигания эффективная порция 2-3 грамма в день. У нас есть много отдельных подробных видео о том, какой карнитин есть, какой выбрать. Ссылки оставлю в описании. И подпишись на канал, чтобы не забыть глянуть. Какие выводы можем сделать? Ацетил-Карнитин лучше обычного, за счет своего положительного влияния на здоровье нервной системы. В остальном они одинаковые. Если вам нужна помощь в жаросжигании, вы делаете много кардио, выбирайте любой карнитин. Ну а если нужно еще дополнительно помочь нервной системе, то немного доплачиваем и берем ацетил-Л-Карнитин. У нас не было цели как-то рекламировать это чудо-средство. Мы просто раскрыли его другую сторону и вариант применения. Тем более это не какая-то хайповая тема и не выдумка. Есть конкретные факты использования в медицине. Есть понятный механизм работы. Есть исследования, в которых карнитин показывает хоть и небольшие, но улучшения. Поэтому его можно использовать как средство продления активной молодости и улучшения умственной работоспособности. Можно подогнать родственникам, бабушкам, дедушкам, чтобы замедлить процессы старения. Также в дополнение к карнитину для здоровья сердечно-сосудистой системы можно добавить полезные жиры омега-3 и коэнзим-Ку-10, который считается веществом омоложения в сердечной мышце. Ну а я, как обычно, побегу разбирать поставки спортивного питания, в том числе ацетилальфкарнитина, в наш магазин Muscle Store. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Пока!